Я читаю книгу Исход, главу 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано, и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего, и сказал, да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой, и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. В скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанет. Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный? Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто господень, ко мне. И собрались к нему все сыны львины. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны львины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и братье своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.